Движение религиозных диссидентов Слово «диссидент» вы понимаете, да? Диссидент – это, значит, инакомыслящий человек, который не разделяет общепринятую политику, общепринятую точку зрения Были политические диссиденты, не согласные с политикой партии и правительства Были религиозные диссиденты Чаще всего это было в одно и то же время, в одно и то же пор Это движение тоже возникает в начале 60-х годов в СССР А с чем оно было вызвано? А это был протест против такой политики искоренения веры Протест против насилия над совестью верующих Протест против ограничения духовной жизни, церковной жизни Против вмешательства власти во внутрицерковную жизнь Диссиденты религиозные появились среди православных Это был священник Глеб Якунин Глеб Якунин Эшлиман, тоже священник Буква Э первая – Эшлиман Дмитрий Дудко, священник Дмитрий Дудко из Подмосковья В эту же когорту можно зачислить и Солженицына Александра Солженицына А он тогда что? Он был и политическим диссидентом, и религиозным тоже Почему? Потому что он писал письма Патриарху, тогдашнему Пимену Обращение такое открытое, письмо открытое писал Что православная церковь должна покаяться В чем? Покаяться в том, что она преследовала старобрядцев в истории Преследовала сектантов Она должна принести покаяние Православная церковь должна покаяться за то, что она служила властям За связь с органами власти Православная церковь должна изменить свою жизнь Многие отговаривали Солженицына от того, что он писал такие письма Но он продолжал действовать в таком же направлении Среди гиванльских ведущих тоже в это время появляются диссиденты Главной причиной возникновения диссидентского движения среди баптизма и других родственных течений Было так называемое инструктивное письмо Первая причина расколов в размежевании баптистов А разве не каждый верующий был диссидент там? В широком смысле да, конечно Любой верующий рассматривался как представитель чуждой идеологии Но любой верующий мог быть просто молчаливым диссидентом Не все там могли свидетельствовать на работе, по месте учебы Он просто тихомалочку ходил на собрания, молился По жизни он был диссидент, но он не озвучивал так широко свои взгляды А сейчас мы имеем в виду диссидентов деятельных Влиятельных довольно таки Главная причина, приведшая к расколу баптистского союза в 1961 году была связана с тем, что Руководители союза баптистов, тогда он назывался ВСЕХБ Всесоюзный совет ивановских христиан баптистов Руководители этого союза направили по местным церквам инструктивные письма Что там в них было изложено, какие предписания даны Что служители церкви не должны гнаться за количеством членов Не должны стремиться к тому, чтобы их церкви росли Во время проповеди нельзя призывать к покаянию Нельзя призывать людей к покаянию А в церквах нельзя допускать проповеди приезжих служителей Нельзя принимать в церковь молодежь до 30-летнего возраста Нельзя разрешать участвовать в хоре молодежи до 30-летнего возраста Нельзя устраивать детские, юношеские, молодежные, библейские и другие собрания Дети не должны присутствовать на богослужебных собраниях Что вот такие письма получили от своих духовных руководителей пресвитеры на местах И конечно это вызвало недоумение очень сильное Уж как быть, как поступить, как реагировать на такие письма И отношение было разное Пресвитеры одних церквей по получению этих бумаг сразу спрятали их Положили под сукно и продолжали по-прежнему Как служили раньше, так и продолжали без всяких оглядок на эти письма Пресвитеры других церквей стали разрабатывать дипломатию такую вот компромиссную, искусную Во время переговоров с властями за какие-то права бороться, разрешить нам то Ну, дети вот приходят, они же ведь с родителями приходят-то Родители их приводят, не с бабушками они, а с родителями Что ж, неужели они не имеют права быть? Вот так выпрашивали у властей возможность и детей приводить там И иногда, чтобы молодежь крестилась до 30-летнего возраста Это удавалось некоторым пасторам, таким вот искусным дипломатам, которые могли вести диалог с органами власти Другие заняли резко отрицательную позицию Коль духовный центр, наши духовные отцы присылают нам такую инструкцию То мы должны отделиться сразу, резко и решительно Мы должны выйти из такого союза, из такой церкви Это же явное отступление от Евангелия, от стандартов, от принципов евангельских Мы не можем с этим согласиться, не можем быть в одной церкви в таком союзе В числу таких людей, в числу зачинщиков, зачинателей Или, как они тогда были названы, инициативников Приближали вот три лица таких известных Они стали лидерами движения незарегистрированных в аптистских церквях Это Алексей Прокофьев, Алексей Прокофьев Геннадий Крючков, который и сейчас жив И Георгий Винц из Киева Они бросили клич, адресованный баптистским церквам Они объяснили ситуацию, что вот служители духовного центра отступили от Бога Пошли на соглашательство с властями, что мы должны принять срочные меры Надо ходатайствовать о созыве чрезвычайного съезда баптистов По поводу вот сложившейся ситуации Такое было обращение церквам И вот эти лица Прокофьев, Крючков, Винц Решили пойти в духовный центр к руководителям союза баптистов С такой вот петицией, с протестом Они сделали это 13 августа 1961 года 13 августа 1961 года Группа инициативная поехала в Москву Вручила там служителям письмо, эту петицию, обращение В начале переговоров таких непосредственных не было Они ждали ответа Какая будет реакция, какой ответ Но ответ никакого не последовало Затем были переговоры в таком узком кругу Крючков, Карев, Артур Мицкевич Были тогда А это не были Карев, Мицкевич, а были там Да, они тогда были руководителями Да Карев был генеральный секретарь Ну, по сути дела, главный лидер союза баптистов Регистрированного союза Основное лицо Ну, Мицкевич там и помощники его Когда Крючков стал разговаривать с Каревым По поводу того, что нужен чрезвычайный съезд Давайте вместе просить у властей, чтобы было разрешение Карев сказал, в наше время это невозможно Атеизм в полном разгуле Никаких результатов у нас не будет положительных Вот такая была позиция Такой ответ со стороны Карева Ну, Карев в этом отношении он правильно поступил Ну, как, вот именно что съезд не стал собирать Сколько как бы он понимал, что это будет раскол А это как раз как бы может быть И коммунисты добивались Об этом поговорим попозже Видеосеминария ТВС Благотворительный проект Наш общий вклад обеспечит доступное христианское Образование и формирование сотен служителей По всему миру Поддержите наш проект молитвой и финансами О чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Ответа на это предложение не последовало Переговоры не обнаружили согласия Вот в этом вопросе И тогда инициативная группа в июне 1962 года Июне 1962 года объявила отлучение 27 лиц служителей духовного центра ВС ЕГБ Протокол номер 7 был составлен об отлучении 27 лиц 27 служителей духовного центра от церкви Ну вот этот акт он был не совсем продуман В каком плане? Он выпадал из баптистской традиции Согласно баптистской традиции Отлучить может поместная церковь Решение об отлучении И эти служители принадлежали к разным поместным церквам А инициативная группа взяла на себя вот такие полномочия Об отлучении от церкви Лиц которых они вот так непосредственно и не знали Когда вот в современном отделенном говоришь об этом Что, мол, было вот не по баптистским принципам Это принято Они ссылаются на апостола Павла А вот, мол, апостол Павел как действует Он сказал, вот, человека такого-то там предается по ней и так далее Ну, ссылка на это место Что якобы может быть такая возможность об отлучении Меньшинство, думаю, это инициативная группа Да Меньшинство Меньшинство Большинство Отлучило Меньшинство Что тогда, вот, после таких попыток Принять какие-то совместные акции с духовным центром Что было объявлено об отлучении 27 лиц А все ХБ обратные меры приняло Стало отлучать, значит, наиболее активных пасторов Вот тех, которые не выполняли инструктивные письма И не только пасторов, но даже верующих стали отлучать на местах Если, например, верующие где-то на кладбищах проповедовали В домах там свидетельствовали Значит, их пресвитер мог отлучить за это За активную, как сейчас мы говорим, евангелизацию Вот тот пресвитер, который был послушен, предан всем указаниям властей В это время, можно сказать, уже раскол был оформлен организационным образом После взаимных отлучений Инициативная группа взяла на себя миссию Ходатайствовать о съезде, писать письма в адрес правительства Об освобождении узников, о разрешении съезда Начались массовые аресты, посадки вот таких диссидентских Участников диссидентских акций ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА